Я всегда пытаюсь раскопать то, чего не видят другие. Это отличительная черта моего канала. И сегодня мы с тобой посмотрим, какие криптовалюты покупают богатейшие люди мира. Какие же криптовалюты нравятся миллиардерам? В 9 случаях из 10 ты получишь один и тот же ответ. Поскольку теперь спотовый ETF одобрен и доступен для торговли, миллиардеры покупают биткоин. И это в какой-то мере правда. В первый день торгов биткоин-ETF объем торговли составил более 4,5 миллиардов долларов, что делает его самым успешным первым днем торгов в истории всех существующих ETF-ов. Даже после того, как ажиотаж первого дня начал угасать, в понедельник на этой неделе объем торгов все еще составлял более 4,3 миллиарда долларов. А в целом за три дня он составил 10 миллиардов долларов. За все время после запуска спотовых биткоин-ETF торговый объем достиг 20 миллиардов долларов. Очевидно же, что некоторые богатые люди наконец-то получили шанс зайти в биткоин, и миллиардеры, вероятно, покупают его. Послушай, например, что говорит Ларри Финк из BlackRock о биткоине. Я считаю, что биткоин будет расти, поскольку мир становится более напуганным, ведь люди опасаются геополитического риска, не боятся своих личных рисков. В этом плане биткоин ничем не отличается от того, что представляло из себя золото на протяжении тысячелетий. Это класс активов, который защищает вас. И в отличие от золота, которое мы постоянно добываем, биткоин практически достиг потолка своего предложения. Или Дженни Джонсон, генеральный директор, управляющего активами Фрэнклин Темплтон. Запустив этот ETF, мы уже видим очевидный спрос на биткоин, и я думаю, что на это есть множество причин. Например, с точки зрения блокчейна, биткоин это платежная система, биткоин будет ключевым ее компонентом. И он откроет множество действительно интересных инвестиционных возможностей. Мы уже запустили токенизированный фонд денежного рынка, и это впервые в истории, когда традиционный управляющий активами открывает такой фонд. Кстати, он работает на блокчейне Stellar XLM. Одна из вещей, которая заставила меня поверить в биткоин, заключается в следующей истории. Один человек сказал мне, что хранит 50% своих сбережений в биткоине, потому что, если он скажет что-то не то в своей стране, его активы могут конфисковать. Помню, я говорила еще с одним человеком в Израиле, который сказал, у моих родителей конфисковали все имущество, но та часть, которую они хранили в биткоине, осталась за ними. Так что биткоин это защита от рисков и страха. Я не верю своим ушам, когда слышу слова, которые они произносят, ведь я помню времена, когда они поливали грязью оранжевое тело биткоина. Что ж, это было слишком просто, но как насчет того, чтобы стать более конкретным? Как насчет того, чтобы назвать конкретных миллиардеров и конкретные криптомонеты, которые они, вероятно, покупают? Вспомним, например, биткоин-скептика и генерального директора JP Morgan Chase Джейми Даймона. Для некоторых это будет шоком, ведь они помнят, как мистер Даймон всего несколько недель назад поливал биткоин грязью в Конгрессе США. Я всегда был глубоко против криптовалют, биткоина и так далее. Вы указали на то, что единственное истинное применение криптовалюты это преступники, наркоторговцы, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов. И это единственная возможность использования крипта, потому что она в некоторой степени анонимна. И вы можете перемещать деньги мгновенно и бесконтрольно. Как вы уже сказали, все эти системы создавались на протяжении многих лет. Процедура знать своего клиента, соблюдение санкций, все это биткоин может обойти. На месте правительства я бы его закрыл. После таких слов сложно поверить, что этот парень плотно погружен в мир криптовалюты. И на самом деле и он, и его банк JP Morgan уже некоторое время инвестируют в применение блокчейна в своем бизнесе с 2015 года. За 8 лет они реализовали более 60 концепций, направленных как на внутренние, так и на внешние способы использования блокчейна самим банком и его клиентами. Например, всего спустя год после запуска эфириума в 2016 году, кто решил сделать софтфорк эфириума, чтобы создать корпоративный блокчейн банковского уровня? Это был, конечно же, JP Morgan. И мы находим подтверждение этому в этой статье 2016 года на CoinDesk. И судя по статье, они разрабатывали этот форк эфириума не в одиночку. В статье говорится о неком кворуме, платформе, которая была разработана в партнерстве с эфириум стартапом IsLab. Это один из первых проектов, созданных рабочей группой банка. Что такое IsLab? Это консалтинговое агентство одного из основателей эфириума, Джеффа Уилке. И, кстати говоря, в Википедии это имя в списке создателей эфириума тактично не указывается. Очевидно же, что JP Morgan и эфириум весьма близки. И, скорее всего, у JP Morgan уже есть огромное количество монет эфира, причем очень старых, как минимум с 2016 года. Но эфир это только начало. В 2020 году JP Morgan запустил JP Morgan Onyx. Их лозунг «Мы меняем будущее банковского дела». Мы – это Onyx от JP Morgan. Что же это такое? Из некоторых документов Onyx мы видим, что Onyx Digital Assets – это платформа токенизации общего назначения, которую Onyx создала в 2020 году и с момента запуска обработала более 900 миллиардов долларов токенизированных активов. У нее есть блокчейн EVM с возможностью подключения к инфраструктуре JP Morgan. EVM – это Ethereum Virtual Machine. Таким образом, после тестирования эфира через проект Quorum, банк JP Morgan выступил со своим готовым блокчейн-продуктом, который называется Onyx. А бывший управляющий директор JP Morgan Кристин Мой, которая возглавляла криптовалютную блокчейн-программу JP Morgan, высказалась про Onyx и его связи с эфиром еще в 2021 году. Команда по блокчейну, безусловно, проводит множество исследований, связанных с DeFi, NFT и так далее. Как я уже сказал, мы очень тесно связаны с публичным блокчейном, криптовалютами и цифровыми активами. Думаю, показательно, что все наши проекты основаны на эфириуме. Это намеренно. И я думаю, что многие банкиры не были согласны с таким подходом вначале, но теперь криптовалюта играет свою роль. И знаете, в принципе, мы настолько тесно работаем с блокчейн, криптовалютой и цифровыми активами, что нет практически ничего, чего бы мы не попробовали. Итого, JP Morgan в полной мере ориентируется на публичный блокчейн. Кристин Мой сказала, что они рассматривают DeFi, NFT, все эти цифровые активы и криптовалюты. Но помимо эфира, на кого JP Morgan смотрит в пространстве альткоинов DeFi и NFT? С какими протоколами они работают? В конце 2022 года JP Morgan провел первую сделку с DeFi на публичном блокчейне. В этой сделке участвовали монетарные власти Сингапура и крупнейший сингапурский банк DBS Bank, а также базирующаяся в Токио банковская фирма SBI Digital Asset Holdings. В реальном времени была проведена кросс-валютная сделка. Банк токенизировал сингапурские доллары, а затем обменял их на токенизированные японские йенны. Также была проведена имитация покупки и продажи токенизированных государственных облигаций. Какой блокчейн и протокол DeFi использовался для этого? Сделка была проведена в сети Polygon с использованием модифицированной версии смарт-контракта протокола AV. Так что JP Morgan скорее всего является поклонником Polygon, а для транзакций им понравилась AV. Но происходило ли это без помощи AV? Когда сделка состоялась, AV написал об этом в Твиттере. В большом треде объяснялось, как именно происходила сделка. По их словам, протокол AV использовался для обеспечения и заимствования токенизированных валютных операций с использованием токенизированных сингапурских долларов, выпущенных JP Morgan, и токенизированных японских йен, выпущенных SBI Digital Asset Holdings. Очевидно же, что AV помог JP Morgan, иначе у них не было бы настолько подробной информации, ведь программный код тестовой программы не был публичным. Прошло уже больше года с тех пор, как JP на полную катушку занялся сектором DeFi. Углубились ли они в этот мир сегодня? Можешь не сомневаться, что да. Сейчас главой Onyx является Tyron Loban, и как указано на его странице, он управляющий директор, глава блокчейна дела и Onyx Digital от JP Morgan. В его резюме мы видим, что Tyron также является членом EA, Ethereum Enterprise Alliance, а также он был руководителем продукта Quorum. Таким образом, Tyron уже давно отвечает за блокчейн-стратегию JP Morgan. Если брать самый старый проект из их стратегии, Quorum, выходит, что Tyron работает здесь минимум с 2016 года, и сегодня именно он до сих пор является ключевым компонентом блокчейн-стратегии JP Morgan. Но дальше еще интереснее. Надеюсь, ты когда-нибудь слышал о компании Candy ID. Зайдя на их сайт, мы видим, что это решение для цифровой идентификации личности. Веб-сайт дает очень мало информации, предоставляя данные лишь о членах команды и простом обзоре проекта. Но если взглянуть на членов команды глубже, то можно увидеть, что Tyron Loban и Кристин Ной из JP Morgan являются частью этой команды. Здесь мы видим также Ари Джулса. Этот человек является главным научным сотрудником Чейнлинка. Но если посмотреть на членов команды Candy ID и членов команды Чейнлинк Ресерч, картина станет еще яснее. Ари Джулс, член обеих команд, Эндрю Миллер в обеих командах, а также Данк присутствует и там, и там. JP Morgan, Чейнлинк и Кэнди ID. Но если погрузиться в детали проекта цифровой идентификации Candy ID, мы получаем подтверждение того, что этот проект использует Чейнлинк. И в белой книге говорится, что Candy ID использует Oracle, в частности DECO и TOWN CREER. Угадай, что оба продукта принадлежат Чейнлинку. И предназначены для безопасной передачи идентификационных данных и учетных данных из существующих веб-сервисов. Очевидно, что Чейнлинк это еще один альткоин, который JP Morgan использует. Мы обнаружили эту свежую буханку хлеба просто следуя по тропе из хлебных крошек. Но на этом старина JP Morgan не исчерпал свои секреты. Всего пару месяцев назад они объявили о сотрудничестве с несколькими криптовалютными проектами. Этот твит от MetaQuant очень хорошо подводит итоги. Они написали, возможно вы уже забыли, но всего два месяца назад JP Morgan тестировал с помощью протоколов совместимости, например, Layer Zero. Такую криптовалюту как Avalanche в качестве потенциального партнера для Onyx. Они также включили документы, которые JP Morgan собрал вместе, показывая использование и Avalanche, и Layer Zero. Джейми Даймон может говорить, что он ненавидит криптовалюты, что биткоин используется только мошенниками, но его банк JP Morgan просто обожает. Эфириум, Полигон, АВ, Чейнлинк, Avalanche и Layer Zero. Но это не финансовый совет, меня зовут богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok